Привет всем! Сегодня у нас Рождество. Я вас поздравляю с наступающим, а мы идем делать аперитив. Я покажу вам, как это все происходит. Пойдем! В Неаполье такая традиция встречаться с друзьями перед сочельником, перед вечерним ужином из дома на аперитив. Итак, вот она у нас, Вирджилия. Мы, конечно, сейчас обед. Перед тем, как пойти на аперитив, мы заскочили быстренько перекусить, как это делают все сейчас, неаполитанцы. Берут пиццу, на ходу едят. Значит, у нас здесь еще париджино, пиццы. Вот они всякие разные. Кто знает, париджино – это свеченой пирог. Народу просто куча. Вот у нас рождественский Неаполь. Итак, мы взяли пиццу. Надеюсь, меня слышно. У меня новый микрофон. Называется портополье. Это когда она в кармашке, в таком бумажке, сложенная конвертиком. Мягенькая, слеженькая. Супер. Мы, конечно, взяли еще добавку и взяли жареную пиццу. Это обязательно. Перед Рождеством, Новый годом все едят жареную пиццу. Будем пробовать. Там много начинки внутри будет. Внутри там всякого много сыра, томаты и панчетта специальная. Очень вкусно. Народу много. Все суетятся, бегут делать бриндиси, апперитив. А, жарится пицца. Вот она, жареная пицца. Итак, вот у нас ажиотаж. Просто невообразимый. Все спешат, делают подарки. Кто-то перекусывает на ходу, кто-то делает бриндиси. Тосты. Выпивают, в общем. Так, мы идем в бары на апперитив. Народ гуляет, покупает последние подарки. Народу куча. Все бары, рестораны заполнены. Идем в бары. Все встречаются с друзьями. Потому что вечером будут все с семьей дома отмечать обязательно. Так все украшены у нас. Вот у нас начинается. Смотрите, какая толпа. Ничего не слышно. Просто народу куча. Видите толпу? У меня микрофончик. Видите толпище просто. Бона Виржилия. Бон Натали. Ау Гури. До Наполи. Это мы пришли в бары на встречу с друзьями. Выпить апперитив, так называемый, к часу дня. После четырех будет такая толпа невероятная. Ну вы поняли, что здесь происходит? Полная шесть. Вот такое. Хотела еще показать вам, как одеваются. Посмотрите. Итальянская мода. Это мы пришли в паб. Успели забронировать заблаговременно себе столик маленький. И у нас на этот столик было человек двадцать. Ну и постепенно приходят. Все уходят. Все здороваются, поздравляются. И разбегаются по домам. Ситуация накаляется. Пришла полиция. Уже не пропускают народ. Народу просто миллионы. Мы вот так варим. Усюмся. Сейчас все отправляются по домам. Часто в восемь-девять будет ужин семейный. Вот видите, плавно все разгребаются по домам. Возвращаются. Кто-то еще делает апперитив. Вот она предрождественская атмосфера. Всех поздравляю, кто празднует сегодня. Сочельник католический. Посмотрите, во всех барах, во всех барах сегодня целый день пьют апперитив. Вот уже остаются одиночные парочки. Кто-то еще допивает свой коктейль. И все, и все спешат на ужин. Кто к родственникам, кто куда. Кто с друзьями. А это мы уже за столом. Отмечаем наш сочельник. Встречаем Рождество. Ну, сочельник перед Рождеством. Что самое главное? Здесь должна быть пицца с травой. Называется Лескаролли. Ну, и все-все-все закуски сначала. Потом обязательно в Неаполе рыба. Это паста с вонголей, с морепродуктами. В общем, с ракушками. Вот вы ее видите. И дальше второе. Эти гарниры. И чего только не едят. Едят очень много. Это традиция. Еще очень важно. Вот вы видите салат с осьминогом. Это креветки огромные. Это, кстати, инсалата руса. Это зимний салат. Инсалата руса, видите, немножко отличается. Это кармары. Фаршированные. У нас огромные креветки. Это инсалата руса называется. Русский салат. Оливье. По-нашему Оливье. Ребята, всем привет. Вчерашний день сочельника я вам немного показала. Показала даже, что мы ели. Сегодня второй день. Официально Бон Натали. Всех с праздниками, с Рождеством. Я тут стою с подарками, которых я, не знаю, больше всего почему-то ждала. Много подарков получили. Все классно. Вот у меня новые очки, наконец-то. Красивые. И не знаю, почему хотела этот... Как ребенок жду конфеты всегда. К Новому году. К Рождеству. И сейчас поехали во второй день. Посмотрим, что неаполитанцы делают во второй день. Конечно же, едят. А что едят, мы сейчас с вами увидим. У нас второй день. Что едят сегодня итальянцы? На самом деле едят суп. Но закуски никто не отменял. Субтитры сделал DimaTorzok. Я забыла снять, было немного побольше броду. Это ламинез, традиционный супчик от Рождественской в Неаполе. Такая красота. Это леска роли, называется трава. Не можем есть, но у нас еще кролик. Обязательно, потому что у нас не только неаполитанское Рождественское, но и прочее данское. Тут подъехали разные блюда другие. Пармиджано. Я попросила совсем чуть-чуть, потому что больше не могу. Пустой Неаполь, все за столом. У всех Бон Натали. Рождество, обед, плавно переходящий в ужин. Бон Натали, Наполи. Город оживает. Забыла вам снять в нормальном формате ту пустоту, когда все обедали дома, отмечали Рождество. Сейчас потихоньку все выходят на прогулку вечером. В общем. Всем привет! Сегодня третий день праздников в Неаполе. Все уже вышли на прогулку, но сегодня тоже все обедают, ужинают. У нас меняется погода, непонятно, то жарко, то холодно. В этом году плюс 10 градусов намного теплее. Сегодня третий день праздников в Италии. День Святого Стефана. Все вышли на прогулку, потому что два дня все сидели за столами, отдыхали. Сегодня итальянцам нужно прогуляться, но сегодня тоже все будут за столами есть. Пойдем посмотрим. Вот все прогуливаются, не спеша, потому что два дня все сидели за столами, с родными. Очень много ели, в Неаполе очень много едят, это принято, это традиция. Тут одних десертов я вам сразу расскажу. Например, миланцы говорят, у нас в Рождество на сладкое только панеттони. Неаполитанцев. Струфоли, мастачоли, рококо, пастера, касата. И это еще не все. То есть здесь едят на праздники обязательно. И обязательно бакалла фритта. Это треска, которая в соли, сухая. Ее размачивают и жарят во фритюре. Я надеюсь, вам понравилось мое видео, как мы отмечаем Рождество, встречаем Рождество в Неаполе. Если вам понравилось, ставьте лайки. Чао-чао, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»